К нам сюда в мечеть приходит женщина, одна женщина приходила, каждый раз она по четвергам приходила, не мусульманка, говорит, я хочу, чтобы вы меня спели. Я говорю, что спели? Я говорю, когда хожу, говорит, нигде не могу находить, говорит, вот это спокойствие в душе, я хочу, чтобы вы меня спели то, что вы поете. Я говорю, Кур'ан, говорит, мы читаем Кур'ан. Я читал Кур'ан, помимо всего Аллаха, это было в 2012 году, в 2012-2013 году. Постоянно каждый четверг, как на работу она сюда приходила, что послужила, говорит, клянусь Богом, она говорит, вот куда не хожу, я нигде это спокойствие не получаю. То есть у меня всегда, сразу у меня легко становится, день мой хороший и так далее. Потом, помимо Аллаха, она приняла Ислам, помимо Аллаха. Поэтому, то есть вот так вот Кур'ан, вот такое, Аллах, Кур'ан оставляет след. Потому что Аллах, знаете, братья, потому что Аллах говорит, Говорит, если бы мы не спасли Кур'ан на гору, камень, то увидишь, как он станет мягким, расколется от богобоязненности. А что говорить о человеке? Кровь и мясо только. О горах, говорит Всевышний Аллах, если бы мы не спасли Кур'ан на горы, они бы раскололись от богобоязненности перед Всевышним Аллахом. И последнее, что хотел сказать, также многие принимают религию, когда видят научные доказательства из Кур'ана. В тот момент, когда пророк Мухаммад не мог читать, не мог писать, не было вот таких технологий. Когда наш шейх Мухаммад Арифи рассказывал, когда я ездил в Йемен, встретился там с шейхом Зиндани. Зиндани, большой ученый в области науки, то есть через Кур'ан он предреждает некую науку и так далее. Был у нас конгресс в Джидде, и приехали со всего мира люди, говорили касательно новых научных исследований, которые изучали. И один профессор приехал, сейчас не помню, то ли с Германией, он сказал, то ли с Америки. Новые открытия сделал то, что оказывается нервное окончание у человека, они на коже. Если даже сделали эксперименты под микроскопом, если иголку воткнуть в кожу, то боль вся остается на коже, а если дальше заходит мясо, то боль не чувствуется. То есть это новые, 30 лет назад только открыли, это такой эксперимент через микроскопы и так далее. Шейх Зиндани, будучи на этом заседании, сказал, мы это знаем еще 1400 лет назад. Он говорит, удивился тогда профессор, говорит, как вы знаете, говорит, откуда вы знаете это? Вот недавно только мы вот работали над этим, сколько профессоров и так далее, целый университет в Америке. То есть откуда вы это знаете? Из слов, из Кур'ана. В каком аяте он говорит, Всевышний Аллах говорит, пусть Аллах всех нас убережет. ИННАЛЛАЗИНА КАФАРУ БИ АЯТИНА САУФА НУСЛИХИМ НАРА КУЛЛАМА НАДЫЙЖАТ ДжУЛУДУХУ БАДДАЛЛАХУМ ДжУЛУДАН ГОЙРАХА ЛИЯЗУКУЛЬ АЗАБИ те, кто не поверили в наши знамения, мы их ведем в ад. И каждый раз, когда будем наказывать их, сжигая их кожу, мы будем заменять эту кожу на другую кожу. Для чего? Вот здесь ответ, чтобы они прочувствовали боль. Чтобы они, то есть Аллах сказал, боль чувствуется в нервном окончании в коже. Тогда он удивился, замолчал, говорит, профессор. Пошел, говорит, спросил, вышел. Говорит, я смотрю, выхожу, он в коридоре спрашивает у медсестр, кто знает арабский язык. Вы знаете арабский язык? Говорит, да. Вот такое есть, говорит. Да, говорит, это так переводится. Говорит, дайте мне перевод Курана, прочитал и так далее. Через год, говорит, шейхзиндань, я приехал тоже на конференцию. И приехал другой доктор, профессор, который знает того, и спросил, как его дела. Он, говорит, он принял ислам. И помиловь Аллаха в течение года, он призывал к исламу. Но от него, по его призыву, приняло более 500 человек еще ислам. Поэтому, уважаемые братья, можно о Куране вечно говорить, и, субханаллах, не насладимся. Не насладимся, знаете почему? Потому что имам Шалтыб, рахмаллах, сказал, Куран самый лучший собеседник, с которым не насладишься, не надоест тебе с ним беседовать. То есть бывает, ты, когда выезжаешь в путь, тысячи километров кого выбираешь с собой? Такого человека, помню, когда Саудас-Караев за рулем ехал в Россию, думаю, с собой выбрать близкого брата, с которым пообщаться. Субханаллах, оказался, вообще не разговаривает по дороге. Я один, субханаллах, что-то ему задаю вопрос. Я говорю, Умар, как дела? Альхамдулля, кушать хочешь? Нет. Говорю, поговори со мной, что тебе сказать? Ты, субханаллах, думаешь, 7 тысяч километров Саудас-Караев в Россию ехать. Вот такой попался. А бывает, субханаллах, хочешь того, с кем пообщаться, общие есть какие-то интересы и так далее, да, субханаллах? То есть ты берешь такого, ну, сколько бы ты ни ехал, тысячи километров ты не сможешь вообще, тебе уже надоест. Все, о чем еще разговаривать? В Коран имам Шалтыбе сказал, самый лучший собеседник никогда не надоест. Сколько раз мы сурат аль-Фаттиха читаем с вами каждый день в намазах, еще больше хотим читать, правильно? И чем больше ты его читаешь, тем он красивее звучит на твоих устах. Любое слово, когда ты говоришь, голос устает и уже некрасиво звучит, кроме Корана. Чем ты его больше читаешь, тем он больше, аль-Хамдулля. Поэтому, возвращаясь к началу того, с чего мы начали, уважаемые братья, те глупцы, которые хотят сжигать Коран, тем самым думая, что навредят Корану, мы что с вами поняли? То, что Коран не навредит ему никто, ничто, если все люди соберутся и так далее. Миллионы-миллионы хафизов, которые наизусть знают Коран. И для нас это еще раз некий, так скажем, некий звонок, чтобы мы с вами не оставили Коран, а еще больше углублялись. Если к нам братья приходят, некоторые говорят, я хочу изучать Коран. Я говорю, Субханаллах, я в этом мечте в 2011 году, я тебя помню, в 2011 году ты приходил ко мне с таким же вопросом, до сих пор не читаешь. Хочу, начинает, оставляет. Хочу, начинает, оставляет. Жизнь пройдет, все, он не успеет. Когда он будет читать? А есть, Субханаллах, который начал уже хафизом Корана. Поэтому, Субханаллах, братья мои, Коран, мы нуждаемся в нем. Посредством этого Корана, Я рафау акувам, ва я дуал ахарин. Посредством Корана Аллах возвеличивает народы, как сказал Пророк Салаллаху, а других унижает. Прошу Аллаху, Субханаллаху, чтобы была польза из того, что мы услышали, чтобы, аль-хамдаре, мы были из умматы Куран, из тех людей, которые живут с Кураном, о которых сказал Пророк Мухаммад Салаллаху, алейхи вассалям. Ахлюллахи ва хассату, это приближенные люди к Аллаху и приближенные избранные народ Аллаха, который сказал имам Шатаби в фильме Анзума. Уля ика Ахлюллахи ва саду ва саду вольмали. Это элита судного дня, они отдельно будут идти. И саду вольмали, то есть элита судного дня и приближенные люди Аллаху, Субханаллаху. Чтобы Куран был заступником за нас, не против нас, чтобы мы не только его красиво читали на распев, чтобы понимали действия в заключительного Курана и чтобы, аль-хамдаре, Аллах собирал всегда нас Продолжение следует...